Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы вам представляем интереснейшую лодку Riviera 3600 ND-ND, то есть лодка с надувным дном низкого давления, размером 260 сантиметров. Мы ее будем тестировать с мотором Mercury 15 лошадиных сил, посмотрим, как она себя поведет на воде. Я считаю, что это оптимальный комплект, потому что под такой размер лодок 15 лошадей это самая золотая середина. Хотя можно, наверное, поставить и 10. Но, что сразу хочу обратить внимание. Обратите внимание на ее размеры в сложенном виде. Для лодок с надувным дном низкого давления оно относительно небольшое. Ну что ж, посмотрим, как она собирается. Для того, чтобы привести такую лодку в рабочее состояние, нам, конечно же, понадобится, что правильно, это помпа. Можно использовать, конечно, помпу, которая идет к этой лодке в комплекте. Но накачивать ее, учитывая объем баллонов, мы ей будем долго. Поэтому мы же с вами терроризованные люди. И для лодок с надувным дном низкого давления я рекомендую приобретать вот сразу же в комплекте такую штуку. Это насос, который позволяет, запитавшись от аккумулятора или от автомобиля, привести ее в рабочее состояние. Ну, давайте засечем время. Раз, два, три. Время пошло. Вообще, конечно, красота. Работает эта такая помпа. По принципу включил и забыл. Все, что нужно оператору, это выставить давление, а дальше она все сделает сама. Давайте понаблюдаем за ее работой. Продолжение следует... Ну вот, полный процесс сборки этой лодки. С помощью электропомпы, которая есть в магазинах Лодки Питер, занял у нас ровно 13 минут. С помощью входящей в комплект помпы мы бы собирали ее раза в два, а то или в три больше. Ну вот, наша лодка готова к отплытию. Сейчас посмотрим, как она поведет себя на воде. Штука интересная, у нее есть несколько конструктивных особенностей, присущих только ривьером с НДНД. Вот, о которых я расскажу немножко попозже. Ну а сейчас спускаем на воду. Продолжение следует... Итак, прошли мы порядка 100 километров, в том числе с выходом в Ладожское озеро. И, в принципе, это тот момент, когда можно уже что-то о лодке интересное рассказать. Давайте сначала начнем, как это водится, с недостатков этой модели. Первый, самый существенный недостаток, я уже озвучил, это отсутствие сливного клапана. Вот, но эта проблема, она решается установкой. Либо это уже будет делать производительство с течением времени после нашего с вами обзора. Либо это можно будет сделать в сервисном центре лодки Питер. Второй момент, который сначала поразил, потом ввел недоумение. И потом появилось легкое чувство раздражения. Это ручки для переноски. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем лодку размера 3,60. Ну, это всем известно, это все понятно. Это, я считаю, оптимальный размер для двух человек. Трем уже не то, чтобы было тесновато, но уже не то. Вот, два для этого размера. Это не конкретно относится к данной модели, а вообще к размеру лодок 3,60. Это двухместные лодки. Когда вот двум людям в них абсолютно комфортно, в них абсолютно спокойно. В них можно делать все, что угодно. Ну, в разумных пределах, конечно. Так вот, ручки для переноски. Здесь, на этой модельке, они сделаны здесь и здесь. Вдвоем ее таскать крайне неудобно. Можно, конечно, использовать вот этот рым, чтобы ее переносить вдвоем. Но на корме ручек нету, приходится брать ее за косынки. Хотя, зачем так сделано, совершенно остается непонятным. Видимо, производитель думает, что ее будет использовать при полной загрузке, то есть 4 человека. Но вдвоем ее таскать в том виде, в котором она идет, достаточно неудобно. Что касается достоинства, конечно, основное достоинство этой модели, это ее надувное дно низкого давления. Здесь это не обсуждается, это на самом деле так. Оно имеет очень необычную структуру. Во-первых, начнем с внешних вещей. Покрыто защитной пленкой. То есть, сами по-моему, еще вот этот слой, он такой вот на ощупь напоминает шкуру акулы. То есть, такой жесткий. Ходить по нему можно абсолютно спокойно. Прыгать на воде, кстати, она себя никак не ведет. То есть, можно ловить запрос, это проверено. Что касается защиты, то давайте проведем эксперимент. Для чего она нужна? Собственно говоря, все видно, все понятно. Случайное падение ножей и плесен надежно вот это покрытие защищает от возможных повреждений. Что касается обитаемости комнаты, для 360 размера очень неплохо. Если мы идем на ней в одиночку, то банку, конечно, заднюю надо сдвигать как можно ближе, чтобы центр тяжести лодки, он где-то ближе к носу. Ну, соответственно, вот у нас рубили вот так. Держаться удобно за леер, который идет вот здесь. Причем держаться можно не только водителем, но и пассажиром. Вот он по всей длине вот здесь идет. Можно посмотреть. Так как банки на ней установлены, сдвижны, то можно установить УКБ различной формы конфигурации. Либо для держателя удилищ можно поставить сюда экраны холота на леерную, на электроз вот на этот. Но, опять же, еще раз, почему, конечно, в наших широтах недостаток, это отсутствие стивного клапана. Его можно сюда поставить какой-то, хоть номинальный, но производить почему-то его не ставят. Ладно, это будем делать, когда мы его в лодках пить, сами самостоятельно. Что еще можно интересного про нее рассказать, находясь в кокпите? Известный недостаток всех моделей лодок с надувным дном низкого давления, это, конечно, уменьшенная по сравнению с обычными классическими паёльными высота самого кокпита. То есть, так как здесь баллон идет, то на таких лодках он, вот это расстояние между банкой и дном, оно немножко меньше всегда. На меньшей модели, 320, этот недостаток ощутим очень здорово. То есть, ее, да, для дальних переходов, вот меньшая модель, которая 320, не эта 360, а 320, то ее используют достаточно тяжело. Здесь же наоборот, то есть, это расстояние не такое критически малое. Можно спокойно вытянуть ноги, вот когда идешь. Они не затекают, по-турецки сидеть тоже. В принципе, кому-то это понравится, это ради бога. Ну, вот мы прошли порядка 100 километров, ну, я никаких не ощутил таких негативных явлений. Хоть и переход был долгий, но ноги мне не затекли, было достаточно удобно. Плюс к этому надувное дно обладает еще одной особенностью. Оно гасит, гасит удары об волны. На нее нет такой тряски, как на классических лодках. Вот это у нее, конечно, плюс. Ну, и плюс, это сама конструкция надувного дна. Сейчас давайте мы его посмотрим. А с днищем мы имеем здесь следующую историю. Историю уникальную для отечественного пневматического самостояния. Дело в том, что по своей сути и по факту дно сделано пласкодонным. То есть, это надувная лодка с надувным дном низкого давления пласкодонная. Здесь, опять же, больше плюсов, чем минусов. Кто-то скажет, что пласкодонки, они хуже себя ведут в воротах, что они играют на волне. Здесь это все не так. Почему? Для курсовой устойчивости предусмотрены вот такие вот продольные реданы. Несмотря на то, что выглядят они достаточно несерьезно, на воде они реально работают. Лодка идет по курсу, как влетая, как вкопанная. Никаких заигрываний, ничего здесь это нет. Потом. Пласкодонное дно, чем оно еще хорошо? Лодка не рубит, не режет воду. Она по ней скользит. Поэтому и мягкость хода у нее гораздо интереснее, чем у келевых лодок. Ну и еще один момент. Это производителям предусмотрено штатное усиление днища с внутренней стороны. С внешней, точнее. Вот оно. Чем хорошо? Никакой утопляк, никакая коряга это дно не прорвет. Сделаем тот же самый тест. Ну, просто вам покажу. Ничего здесь с ним не происходит. Если на какое-то препятствие он уезжается, здесь производитель предусмотрел такую возможность. Хотя, сейчас появляются ривьеры с отсутствующим вот таким усилением. Стоят они, конечно же, немножко дешевле. Но для использования в нашем регионе, я бы все-таки порекомендовал остановиться на такой модельке. С усилением. Или с броней, как мы говорим. Ну и что касается скоростных качеств этой лодки, то наши тесты, они показали следующее. Под мотором двухтактным, мощностью 15 лошадиных сил, с двумя людьми на борту, средняя скорость составляет 31,2 километра. С одним 36,4. В принципе, для надувных лодок этого размера и с таким двигателем, это очень неплохой результат. Ну и последнее, что можно сказать. За надувным дном у нас идет будущее. Ну а что касается практического использования лодки ривьера 3600 NDND, то, конечно, наша цель была не просто покататься на ней, хотя это тоже носит некоторое удовольствие, да. А вполне конкретно наша цель главной была, конечно же, рыбалка. Ну и вот наш результат выхода на рыбалку на этой лодке в Ладожское озеро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова